Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Итак, дружу с человеком почти 5 лет, ведем переписку все эти годы. Д чувствую, что у нас какая-то особенная связь, а не как с его бывшими друзьями. Здесь уже возникают вопросы. Вы дружите с человеком 5 лет, ведете переписку все эти годы. Не очень понятно, вы дружите по переписке или вы встречались. Если вы встречались, это одно, если вы ведете переписку по интернету, это совсем другое. Если вы ведете переписку и дружите по переписке, то у вас же особая связь, вполне может быть идеализация и не более того. Но отношения по интернету построить нереально, потому что рано или поздно это упирается в определенные ограничения, в определенную неудовлетворенность, в определенные домыслия. И в итоге все это, в общем и целом, заканчивается плохо. Достаточно. Вот. Дальше. Недавно я поняла, что люблю этого человека. Опять же, что вы здесь понимаете под любовью? Первое. Второе. Видели ли вы реального человека? Непонятно. Если вы любите только его по переписке, то, скорее всего, это не про реального человека, а про образ, который вы себе создали. То есть, в некоторой степени, про идеализацию. Вот. И, соответственно, возникает вопрос на тему того, а почему вы выбрали взаимодействие с человеком по переписке, а не в реальной жизни? Дальше. Мы шутим, флиртуя, но это только шутки. Как понять, что моя любовь может быть взаимна? Ну, во-первых, почему вам хочется, чтобы ваша любовь была взаимной? Любовь, если это любовь, она взаимности не требует. Любовь. До любви, в общем-то, нет разницы, взаимная она или нет. Вот, если это любовь. Вот. Так что здесь момент такой, что вы для себя хотите во взаиме любви. Нет ничего плохого в том, что вы хотите чего-то для себя, поймите правильно, но получить, получить это через любовь, даже взаимную, достаточно сложно, а точнее, практически нереально. Вот. Это первый момент. Второй момент, понять по отношению человека. То есть, хочет ли человек делать для вас что-то, делает ли он для вас что-то, проявляет ли он заинтересованность к вам, к вашей личности, к вашему интересу, к вашему развитию. Проявляет ли он нежность, но нежность это такая очень опциональная история, может быть, может не быть. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был болезнен вам. Желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.